Бусидо Тацуо Накана против Юко Миято Пока соперники находятся в раздевалках И Юко Миято вызывается Вот он Недостаток Миято, мы все помним, это маленький рост Но это не мешает ему принимать вызовы абсолютно от всех подряд В последних боях, кстати, он выступал против наших ребят Против представителей России Правда, в обоих поединках он потерпел поражение Пора уже вспомнить, что такое победа Тацуо Накана, японский Элвис У него, в принципе, положение-то не намного лучше, нежели у Юко Миято После семи побед в начале карьеры он начал сдавать Из последних восьми боев шесть закончились его поражением Напомню, в последнем бою он проиграл Козуу Ямазаки Дальше в начале 30 минут В последний бою он проиграл Козу Ямазаки Это Тацуо Накана Конечно, он и выше, и тяжелее Сейчас посмотрим цифры Ему 30 лет Вес его 215 фунтов А рост 5 футов 9 дюймов 21 схватка у него за спиной И соотношение побед-поражения 10 к 11 Ну, практически 50 на 50 Как Накана сейчас будет использовать свое превосходство в весе, в росте Покажет, конечно же, время Но Миято, я уверен, за счет того, что он гораздо быстрее, гораздо легче соперника Будет, естественно, тоже что-то противопоставлять Накану Противопоставлять его атакам Накана, посмотрите, у него красные наколенники, даже не красные, а оранжевые И сейчас в очередной раз разведка Но за Юкой Миято, как известно, глаз да глаз нужен Тацуо Накана это очень хорошо знает и понимает Можно нарваться на болевой от Юки Миято в два счета Такая вялотекущая шизофрения сейчас на ринге На Юка Миято это, в принципе, не похоже Если обычно Тацуо Накана действует ни шатка, ни валка до тех пор, пока ему не причинить какой-то боли или не разбить нос То Юка Миято обычно действует вот так, как мы сейчас видели Причем с самого начала Позволяет Юка подняться на Кана Ну что, сейчас будет гонять Юка Миято по рингу на Кана, или как? Сейчас очень легко ушел Миято от захвата, вернее, от попытки захвата Ног в исполнении Накана и в очередной раз стоят друг там против друга Если, Миято понимает, если Накана удастся захватить его и начать бросать, то тому не поздоровится Ну вот, пожалуйста Как будто мысль прочитал Тацуо Накана Бросил первый раз, бросил успешно, но не очень чувствительно Вырваться не так просто Юке Миято Все-таки преимущество в росте Дает себя, знаешь, в росте и в весе, конечно, в первую очередь Блокируют руки друг друга Соперники, посмотрим, чем все это закончится Каждый пытается атаковать, но ничего пока не получается Юка Миято очень опытный боец И вот такие достижения, скажем так, в кавычках Юки Миято Минимальное количество побед, я имею ввиду по соотношению к проведенным матчам Не отражают истинных способностей этого парня Будь Юка повыше и потяжелее, конечно, все могло бы быть по-другому Миято пытается оттащить торцовую накану от канатов Но не получается, не так-то просто Сейчас, как я уже говорил, главная задача для Юки Миято Не войти в ближний бой Не дать начать себя бросать Потому что, если вспомнить предыдущие поединки Юки Миято Когда его начинают бросать, причем делают это с завидной регулярностью Кто бы то ни был, не очень хорошо себя чувствует Миято В поединках такого рода Но это, естественно, бросить его не составляет какой-то особой физической нагрузки и проблемы Вот Ацину Накана это продемонстрировал только что А когда тебя бросают плашмя на ринг, да сверху еще падает какая-нибудь туша Ну, я не говорю, что Ацину Накана это туша Но, тем не менее, когда падает человек значительно тяжелее тебя Это всегда очень неприятно И бросок в исполнении Юки Миято Вот так вот вам получите Ну что, будет захват какой-то Вернее, захват-то идет, но Ацину Накана, собственно, спокойно и куда? Хватит ли сил у Юки Миято? Вот интересно Или Тацину Накана встанет? Да, вы посмотрите, встает Ага, это уже пахнет неприятностями Бросил Накана великолепно Бросил Юку Не дожал Юку Миято Видели сейчас? И захват на кисть Юка Миято все прекрасно понимает Главное, не пропустить болевой прием Сейчас пропустил, но, к счастью, канату оказались рядом Впереди на одну очко Тацю Накана 15-14 Первая более-менее результативная атака в исполнении Накана Великолепная техника у Юки Миято Вот сейчас, смотрите, держит он левую руку Тацю Накана И не позволяет ничего сделать Правда, Накана, судя по всему, проблем это не доставил никаких Будет Накана развивать успех или нет? Это вопрос Или наоборот, Миято сейчас попробует поймать Тацю Накана на контратаке Бросить, а затем провести болевой прием Ага, попался он на бросок Ой, 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 ой 15-13 как минимум Да, и сразу же 15-10, конечно Надо приходить в себя после такого броска через себя Спокоен Тацю Накана, как удав Так, вот сейчас главное Тацю Накана не попасться на контратаку Потому что вот такое безрассудное хождение вперед Оно, как правило, приводит к очень большим неприятностям 15-9, впереди Тацю Накана Три подряд очень неплохих атаки провел Тацю Сейчас видели, пытался бросить Юко Миято Но не получилось Будет на месте Юки наш, ну не знаю, Виктор Зангиев То я представляю, в каком количестве мы увидели сейчас броски Спасительные канаты Как часто они выручают Юко в последний момент 15-8 Двукратное преимущество фактически Тацю Накана Еще один бросок проходит, смотрите, у Накана Коленом в голову 15-5, боже мой Надо что-то срочно делать Юки, иначе можно все проиграть Побежал Тацю вперед Вот сейчас очень опасно Очень опасно может действовать Юко Миято Точно, точно Ему надо именно так и действовать Бросок и болевой, да? Да, Юко Миято поймал Таги Тацю Накана на контратаке Все-таки умудрился поймать Произошло именно то, о чем мы и говорили В Бусидоне редкость Такие моменты, когда притупляется бдительность И идешь вперед, чуть ли не с закрытыми глазами Нарываешься на контратаку и проигрываешь весь поединок Здесь аплодировать, конечно же, нечему А Юко Миято просто-таки красавец Как его швырял по рингу Тацю Накана Но все равно выдержал ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Миято говорит, что не был зациклен именно на этом приеме Главное было осуществить любой захват сразу после броска ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА